А вы в курсе, что в ближайшие три года в Краснодарском крае на выполнение государственных и краевых программ добавят 27 миллиардов рублей. Средства пойдут на развитие малого бизнеса, строительство инфраструктуры и на социальную сферу. Именно поэтому краевой бюджет называют бюджетом развития. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. И сегодня в нашей программе речь пойдет о развитии малого и среднего бизнеса. Значительная часть жителей края, это порядка 750 тысяч кубанцев, заняты в этом секторе экономики. Это на почти 11 тысяч человек больше, чем годом ранее. Основными целевыми показателями наших региональных проектов к 2024 году являются увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 1 миллиона человек. Сегодня это порядка 750 тысяч человек. Упрощение доступа субъектов МСП к льготного финансирования. Увеличение числа микрозаймов, выдаваемых нашим фондом микрофинансирования, на сумму порядка 3,8 миллиардов рублей. В 2019 году на реализацию нацпроекта поддержки предпринимательства в Краснодарском крае направят более 950 миллионов рублей. Из них почти 570 миллионов – это средства краевого бюджета. Остальные – из федерального. В соответствии с майским указом президента, до конца года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на Кубани должна увеличиться на 16 тысяч человек. В рамках нацпроекта утверждены 5 региональных проектов. Это улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательства и создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Ну а за счет выделенных 950 миллионов в регионе планируют провести докапитализацию региональных фондов микрофинансирования, чтобы поддержку могли получить больше предпринимателей, в том числе на льготных условиях. Здание старой швейной фабрики в Краснодаре. В советские времена здесь в огромных объемах выпускали спортивный трикотаж. Сейчас легкая промышленность разбилась на небольшие предприятия. На одном из этажей трудится частное швейное производство. В данный момент мы выполняем заказ для крупной ростовской фабрики. По нашей специализации женская одежда. 15 тысяч изделий в месяц. Для малого бизнеса неплохой результат, рассказывает директор компании Анна Мазур. Когда 9 лет назад вместе с мужем запускали фабрику, на ней работали 10 человек. Сейчас 50. В модельном ряду платья, блузки, футболки и модные сейчас свитшоты. Но чтобы держаться в тренде и развиваться, нужен не только творческий подход. Нужны дешевые деньги. Где их взять? Банк. Но дешевыми в этом случае финансы не назовешь. В качестве эксперимента Анна получила займ в региональном фонде микрофинансирования. Она очень помогает, потому что переплата получается минимальная. Мы брали плотер, новый плотер итальянский для распечатки лекал. Мы брали машинки, швейные дополнительные. Мы брали и машину для установки кнопок, и термопресс мы брали проходной. Хорошо мы обновили оборудование. Фонд микрофинансирования по сути единственное место на Кубани, где малый бизнес может рассчитывать на очень дешевые займы. Ну что такое по нынешним временам 6% годовых. При том, что это максимальная ставка. Может быть еще меньше. Подобный источник финансирования становится стратегическим инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Только в прошлом году было выдано 593 займа. Ни для кого не секрет, край аграрный, поэтому, конечно же, большая часть заемщиков это аграрии. Практически 65% от портфеля. Также производство около 15%. Хочу еще заметить, что в этом году сумма микрозайма увеличена с 3 миллионов до 5. Почти за 5,5 лет работы Кубанский фонд микрофинансирования стал ведущим в России. Добавить денег в его копилку – совместное решение региональной администрации и законодательного собрания края. Фонд микрофинансирования края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования края – полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости номер один среди других субъектов федерации. По наполняемости – полтора миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования. Совсем другой процент – от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. И они, конечно, еще наращивают собственную экономику. И количество малого и среднего бизнеса у нас растет. На данный момент в Краснодарском крае зарегистрировано почти 300 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Много это или мало? В любом случае, такое количество частного бизнеса говорит о здоровой экономике. Ведь деньги, как справедливо заметил губернатор, должны работать. Работать на людей. Ну и я добавлю, что фонд микрофинансирования Кубани увеличится на 500 миллионов рублей и составит полтора миллиарда. Такое решение было принято на сессии законодательного собрания края. Таким образом, краевой фонд станет первым по объему в стране. Фонд микрофинансирования края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования края полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости номер один среди других субъектов федерации. По наполняемости. Полтора миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования. А совсем другой процент от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малые и средние бизнесы, они поддерживают экономику региона. И они, конечно, еще наращивают собственную экономику. И количество малого и среднего бизнеса у нас растет. В фонде микрофинансирования будет сделан акцент и на поддержку начинающих бизнесменов. Они получат не менее 10 процентов от общего объема выданных микрозаймов. Деньги на развитие своих компаний в Краснодарском крае получат и многодетные семьи. Так, по результатам прошлого года такой поддержкой были обеспечены около 100 семей. История многодетных Фроловых и Давыдовых из Краснодара в нашем следующем репортаже. Екатерина Фролова – мама со стажем. Старший сын уже постигает науки в аграрном университете, а вот младший только готовится пойти в ясли и учится говорить. Всего у женщины четыре мальчика и воспитывает она их одна. Конечно, на помощь ей всегда готова прийти бабушка, да и сама Екатерина на месте не сидит, занимается бизнесом. Женщина – организатор праздников, а еще преподает в университете. Удивительно, но и время на себя находит. Главное, что сыновья дают маме почувствовать себя красивой и молодой. Так как я девочка, да, я им об этом все время напоминаю. Я говорю, я же девочка, мне нужна же помощь. Я же девочка, я же должна делать легкую работу, а вы мне помогаете. То есть здесь я себя позиционирую именно как девочка. Ну, понятно, что я мама. Для братьев мама – настоящая супергероиня. Мальчики каждый день удивляются, как ей удается все успевать. Мама, она гиперактивная, потому что успевать все, это и быть преподавателем, и праздники проводить, и, конечно же, воспитать нас – это очень тяжелая работа, и за это я ее люблю. Активность и стойкость Екатерины отметила и Анна Менькова. Куратор соцблока «Края» познакомилась с семьей Фроловых. За чаем они обсудили текущие дела и бизнес многодетной предпринимательницы. Я хотела узнать, как вы живете. Мы, так сказать, семья у нас в некотором смысле подопечная. Вы знаете, что сегодня ряд государственных программ новых запущено. Вот я хочу понять, насколько вы на себе почувствовали, что эти программы появились, и как они работают, насколько вам комфортно, и какие на сегодняшний день есть проблемы ощутимые для вашей семьи? Я в прошлом году от соцзащиты получила соцконтракт как предприниматель на покупку обладывания. А почему вы именно по социальному контракту выбрали эту сферу деятельности? Потому что у меня открыто ЭП как предпринимателя. Я веду праздники, вырастила себе достойную смену. У нас сегодня примеры для многих в том смысле, что вы знаете, как в существующих условиях не просто выжить, а как еще и себе, и своей семье доказать, что если ты работоспособен, если тебя что-то в жизни увлекает, то в принципе все можно. С государственной поддержкой тем более. С государственной поддержкой тем более. Я рада, что у вас это получилось. Семью Давыдовых слышно издалека. Шесть детей, мама и папа. Ребята увлекаются музыкой и спортом. Благо развернуться есть где – собственный дом и двор. Они окружены вниманием и заботой. Родители души нечают в дочках и сыновьях, уделяют им все свободное время. Отец – истинный глава семьи, добытчик, работает и зарабатывает. А мама – хранительница домашнего очага. Мама вкусно готовит. Она с нами смотрит мультфильмы. И с нами играет в футбол. Давыдовы, как и Фроловы, получили соцподдержку и потратили деньги на развитие собственного дела – клининговой компании. Анна Менькова интересуется, как семья справляется и все ли у них получается. У нас клининговая компания была тогда своей. У нас, в принципе, пылесосы были какие-то, еще что-то такое. Но мы не тянули химчистку. Диваны, ковры, матрасы – вот это вот все мы не могли делать. Когда мы узнали, конечно, мы пошли, договорились и взяли химчистку себе, взяли хороший парогенератор. Вот до сих пор пользуемся, слава Богу, и отлично, все хорошо. Вы в семье боец, не просто папа, но еще и занимаетесь сегодня бизнесом. Насколько успешно? А, ну вот как вы считаете? Ну, хватает. Нормально, слава Богу, хватает. Очень рада сегодня познакомиться. В прошлом году такую поддержку от региона получили более ста семей. Из бюджета на это выделили около 10 миллионов рублей. В основном многодетные родители потратили деньги на развитие личного подсобного хозяйства и своего бизнеса. Четыре семьи получили дополнительное профессиональное образование. Власти региона интересуются проблемами предпринимателей, посещая их дома и приглашая на расширенные совещания с участием губернатора, его заместителей, министров, руководителей департаментов и мэров крупных городов, глав небольших районов. Так, например, на одной из совещаний Вениамина Кондратьева по контролю за исполнением его поручений пригласили бизнесмена. Он озвучил проблему, которая затрагивает многих предпринимателей. Кроме чиновников, на встречу был приглашен обычный человек, не имеющий отношения к политике. Алексей Войчик, индивидуальный предприниматель. Занимается мелким строительным и ремонтным бизнесом. Проблема, с которой он столкнулся, затрагивает многих. Молодой человек рассказал о том, насколько сложно небольшим предпринимателям получить государственные заказы. Техзадания для участия в тендерах порой составляются очень избирательно и загоняют в тупик. Занижаются стоимости смертных расчетов. Устанавливаются нереальные сроки. Возможно, это делается в целях экономии бюджета. Но это приводит либо к ужасному качеству выполнения работ на выходе, либо отсутствием участников. Можно и поговорить и про гарантию, которую несут подрядчики. Она составляет три года. Но как я, индивидуальный предприниматель, могу нести гарантию три года на материалы, которые самые дешевые в смете? Такие условия, в том числе, не позволяют нормально работать на подрядах при капитальном ремонте многоквартирных домов. Хотя подобные бригады, как у Алексея Войчика, готовы делать это качественно и вовремя. Тем более, что программа капремонта в крае сейчас выполняется с переменным успехом, считает Вениамин Кондратьев. Недавно он уже проводил совещание на эту тему, но люди продолжают жаловаться на качество ремонта. Поэтому стоит обращать больше внимания как раз на такие добросовестные бригады, как у Алексея Войчика. Знаете, коллеги, вы мне говорили о том, что подрядчиков у нас нет. Не идут они, сложно. Значит, чтобы были системные подрядчики наши, у них должна быть системная работа, системные заказы, прозрачные для них. Они должны быть уверены в том, что они выйдут на конкурс и победят. Не потому, что там кто-то за кого-то позвонил, а потому, что конкурс прозрачен. Вот в чем у них должна быть уверенность. Малый бизнес, он прав. В том числе, который строительный, те бригады, которые собирают сперва, а потом вынуждены распускать. Потому что ни в каком конкурсе победить не могут. Обращение бизнесмена и ответ на него Вениамина Кондратьева – это четкий сигнал, чтобы усилить в регионе контроль за контрактной системой госзакупок. Необходимо увеличивать в них участие малого и среднего бизнеса, а не создавать препоны. И это можно считать еще одним поручением губернатора. Перестать быть зависимыми от импорта – это еще одна задача, которую успешно решает малый и средний бизнес. Кстати, Краснодарский край возглавил медиарейтинг по импортозамещению. Как сообщили в Краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, по итогам 2018 года в регионе реализован ряд крупных инвестпроектов стоимостью более 100 миллионов рублей, в том числе направленных на содействие импортозамещению. Некоторые товары, которые раньше приходилось импортировать, теперь производятся на предприятиях Кубани. Поэтому укрепление позиций в этом рейтинге – результат планомерной и кропотливой работы как власти, так и бизнеса, прокомментировали результаты исследования в профильном департаменте. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть сюжеты из Тихорецкого района. Там с рабочим визитом побывал губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев. Он посетил поселковую фабрику по росписи стекла и керамики и агропромышленное предприятие, где занимаются выращиванием зерновых и семеноводством. Компании из разных сфер сейчас стремятся создать у себя полный цикл производства. Смотрим сюжет. Фужеры, графины, тарелки и стаканы. Ко всем изделиям здесь индивидуальный подход. Гравировку на бокал элегантно наносит автоматика, а тарелки вручную расписывает мастер. Мы научились клеить деколи, потом научились рисовать кобальтом, потом перешли на платину и золото. В основном я декорирую фарфор, конечно, не стекло. За это время, конечно, у нас усложнились декоры. Этому искусству работники небольшой поселковой фабрики по росписи стекла и керамики обучались у чешских мастеров. Оттуда же привозят и заготовки для будущих изделий. 35 человек каждый месяц создают примерно 45 тысяч изделий. Познакомиться с работой мастеров сегодня приехал глава региона. Венемину Кондратьеву показывают, как искусно происходит придание цвета бокалу. Небольшое кубанское предприятие поставляет свою продукцию сразу в шесть крупных городов России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Кроме сырья в виде так называемых болванок, все остальное делают на фабрике. Придают товарный вид, создают дизайн и украшают. С такой любовью к работе пора переходить на полный цикл производства, обратил внимание губернатор. Мы развиваемся. И кто бы что ни говорил. Вот такая красота, которая сегодня на этих полках. Вчера она еще была полностью либо турецкая, либо с той же самой Чехией. И никакого отношения вообще не имела к нашему региону. Да, в целом к России. А сегодня мы красоту создаем здесь, в Тихолецком районе. Это реальный шаг к тому, чтобы на самом деле мы развивали собственные производства. Я думаю, что здесь вопрос времени. И совсем немного пройдет, я думаю, мы сможем сегодня. Такое же производство, которое есть в Чехии. Откуда вы сегодня берете болванки, создаем здесь. Совсем скоро эта база не будет иностранкой, сама болванка. И сделана будет здесь. Перестать быть зависимыми от импорта – это задача ни одной конкретной фабрики. Предприятия разных сфер сейчас стремятся создавать у себя полный цикл производства. Большой скачок в этом направлении особенно заметен в сельском хозяйстве. В агропромышленной компании в станице Архангельской решили всерьез заняться продовольственной безопасностью, рассказывают Венемину Кондратьеву. Кроме стандартного выращивания зерновых, здесь еще на поток поставили семеноводство. В хозяйстве размножают семена сои, ячменя и пшеницы. Делают их устойчивыми к болезням, засевают собственные поля и продают другим фермерам. Импортный материал в этой цепочке оказался вычеркнут. Это принципиально сегодня важно, коллеги, принципиально важно, потому что никакой безопасности сегодня в продовольствии не может быть речи, если мы сегодня работаем с импортными семенами. Мы сегодня вынуждены работать с импортными семенами, но я надеюсь, что это вынуждено, скорое слово должно уйти. Уйти, по крайней мере, скупание, потому что мы должны перейти на отечественные семена, на отечественную селекцию. Это жизненная необходимость, жизненная. Потому что это та удавка, за которую можно всегда подтянуть, и все. И на задние лапки станет по большому счету. Поэтому наша соя, горох, до целого наши семена, пшеница, это наши сегодня семена. И это гордость Кубани и России. В маршруте губернатора по Тихорецкому району были не только производственные предприятия. По пути, на встречу с местными жителями, Вениамин Кондратьев заехал в детскую школу искусств. До прошлого года она находилась в здании, которое построили больше века назад. Сейчас это уютное помещение с собственной библиотекой, классами живописи и компьютерной графики. Ученики школы показали губернатору, как правильно лепить кувшины из глины, которую, кстати, добывают здесь же, в Тихорецком районе. Мы сейчас делаем кувшины, у нас сейчас совместная работа. Мы от двух, трех и четырех людей делаем общий совместный кувшинчик. Вот через этот кувшин вы учитесь работать командой. Ты правильно говоришь, понимать, взаимодействовать, слышать, чувствовать, поддерживать друг друга. Это искусство, которое сегодня для вас просто занятие, может быть, для кого-то хобби останется, а кто-то потом серьезно будет этим заниматься. Но оно вас формирует уже как людей интеллектуальных, гармоничных, людей, которые умеют творить. Так? Да. На встречу с губернатором собрались 700 человек. Больше просто не вмещает зал Дома культуры. Прямой диалог с главой региона – то, ради чего приходят местные жители. Частый вопрос про поддержку малого и среднего бизнеса. Предприниматели Тихорецкого района, одни из самых активных на Кубани, 36 человек воспользовались услугами фонда микрофинансирования. Губернатор обратил внимание и на то, что на Кубани перестали бездумно раздавать деньги. У бизнеса тоже должна быть ответственность и эффективность. Таким предпринимателям обязательно помогут. Я получил субсидирование по краевой федеральной программе в размере 300 тысяч. Это было очень хорошее подспорье для дальнейшего развития моего бизнеса. Но по прошествии двух лет эту субсидию закрыли. И появились только кредиты. Как они будут называться, не имеет значения. Кредиты надо отдавать. Бесплатных денег не бывает. Это деньги всех вас, налогоплательщиков. Мне важно эффективно распорядиться деньгами. Эффективно. Чтобы и заработали мы еще все. А потом, что заработали, пустили снова на развитие и на поддержание текущей жизни. Вот что сегодня нужно. А просто так взять всем раздать. Но еще раз подчеркиваю, мы анализировали то, что раньше было. Нету вообще возвратности. Нету. Прогорел с этими деньгами. Брали немаленькие суммы относительно немаленькие. Прогорели и никакой ответственности. Но он же не своими деньгами рисковал. Он рисковал деньгами всех. Налогоплательщиков. Почему же я и сказал вначале, бюджет, краевой бюджет, либо район. Это же не касса взаимопомощи. Экономические механизмы сегодня в крае работают. Беспрецедентные. В рамках России. Фонд микрофинансирования. Первый по объемам денег в стране. Первый. То есть если ты хочешь начать свой бизнес до 5 миллионов, ты можешь взять по 4% годовых. В этом фонде микрофинансирования. Развитие малого бизнеса – это устойчивая экономика, которая в свою очередь тянет вперед весь муниципалитет. В прошлом году Тихорецкий район занял первое место в крае по оценке эффективности органов местного самоуправления. Потенциал у этой территории огромный и учитывать его будут в масштабах всей Кубани. Тихорецкий район сильный, я уже сказал, стабильный с точки зрения экономической составляющей, социально-бытовых условий район. Я еще с подчеркну, скорее всего, это в первую очередь связано с очень такой профессиональной, управленческой районной властью. Если говорить в целом про активность, это 14 краевых государственных программ, в которых вы не просто заявки сделали, вы уже активно принимаете участие район. А это различные программы, по которым, конечно, можно добиться и реальных конкретных результатов, которые будут видеть жители. Еще один из ключевых показателей успешности территории – это уровень безработицы. В Тихорецком районе он ниже 1%. Основные направления занятости – промышленное производство, сельское хозяйство и частное предпринимательство. При грамотном сложении всех переменных получается правильный экономический результат. Краснодарский край традиционно входит в число лидеров по уровню развития малого и среднего предпринимательства. Это одно из приоритетных направлений работы региональной власти. Малый и средний бизнес являются неотъемлемой частью экономики края и оказывают существенное влияние на его развитие. Я еще раз подчеркну, сегодня в регионе работает сразу несколько организаций, которые занимаются поддержкой малого и среднего предпринимательства. Например, фонд развития бизнеса был создан 10 лет назад. Его учредителем является Краснодарский край в лице регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. На его базе работают Центр поддержки бизнесменов, Центр сопровождения инвестиционных проектов, а также региональный инжиниринговый центр, который обеспечивает модернизацию производства кубанских бизнесменов. Всего с начала деятельности фонда выдано 542 поручительства на общую сумму почти 3 миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь кредиты в объеме почти 7 миллиардов. Ну и это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе», будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин